Музыка Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня на нашем канале MentorBuddy Настоящий чемпион, настоящее чемпионское мясо Прошу любить и жаловать, Сергей Бавчук С собственной персоной Две недели до мира у Сереги И мы решили заснять тренировку Чего? Спинку потренировали Серьезно? Спинку? Да, там еще немножко на фотографиях разглядел жирка снизу Надо его как-то уничтожить Вот те вот лишние 170 грамм жира Лишних 300 грамм жира Чувствую, что нужно их убрать Чемпион мира Многократный чемпион Украины Отличный человек И очень страшный атлет Серега Будем сегодня делать серьезную Настоящую хардкоровую тренировку Оставайтесь с нами В оригинале Первое упражнение нашего комплекса Верхняя тяга узкой рукоядочкой строго вниз Причем будем дотягивать максимально вниз Чтобы сократить нижнюю область широчайше То есть сейчас для меня является важным Убрать остатки жировой простойки С нижней части спины более проблемные Поэтому вот сейчас хочу поработать На нижнюю часть широчайше Это упражнение как раз сократит нижнюю область ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реально делаем тягу не на себя А тягу вниз Чтобы сократить нижнюю область широчайше И делаем акцент на сокращение в конце Больше паузы в конце Больше придержим То есть фактически тренировки Перед соревнованиями У меня носят характер Ну фактически я позирую с весом То есть я напрягаю мышцы с весом Как будто я нахожусь на сцене И выдавливаю мускулатуру И завершающий подходик Еще На мой взгляд Самая распространенная ошибка При тренировке спины Это является использование больших весов Спина большая осложенная мышечная группа Состоит из огромного массива мышц Которые выполняют разную функцию Поэтому спину нужно тренировать Разнообразным большим количеством упражнений У меня например в тренировочном комплексе За тренировку спины порядка 6-8 упражнений Бывает такое что делаю по 3 подхода Но делаю под разными углами Использую разные рукоятки Казалось бы очень похожие Отличные упражнения Они все равно нагружают разные участки мускулатуры Поэтому спина наиболее сложный функциональный массив И требует к себе очень разнообразного подхода Плюс это работа С средними умеренными весами Для того чтобы прочувствовать мускулатуру И конечно же это спина Это мышечная группа Которую вы не видите в зеркало Ее работу И нужно постоянно ее Представлять ее Визуализировать работу мышц спины Считаю это очень важно Которым упражнением идет база Тяготы грифа Сережа делает с небольшой паузой Для того чтобы еще больше продавить И прочувствовать напряжение в спине При этом сводит лопатки За счет приведения локтей к корпусу Все четко, подконтрольно Без рывков, без инертных движений И без закидываний Каждое повторение Это один маленький шаг к победе Если мы используем Широкий хват в этом упражнении Мы нагружаем преимущественно Внешнюю область широчайше Если же используем узкий хват Нагружаем больше средней части спины Зажимаем ножки Попробуем Шесть Не сломайся пальцы Внешний день Внешний день Внешний день Если мы так еще раз Десять Раз Два Три Четыре Хорошо Я пятнадцать сделал Не ленись Раз Два Три Как правило В тренировке спины Я чередую Верхнюю и нижнюю тягу Поочередно Одно упражнение на Толщину спины Одно на ширину Толщину спины Ширину Иногда я делаю Совершенно по другому Одну тренировочку Я делаю полностью На толщину То есть делаю Выполняю все полностью Нижние тяги Вторую тренировку Делаю полностью Верхние тяги Ну а сегодня работаем Комплекс Верхняя и нижняя тяга Верхняя и нижняя тяга Чередую Еще два подхода Я одеваю свою любимую Вырезанную майку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как это назвать? Тягу нижнего хамера Сейчас мы будем делать тягу нижнего хамера Дабы нагрузить еще больше среднюю часть спины И максимально растянуть уже без того Неблохо забившиеся широчайшие Поставайтесь с вами Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Не нагружает центральную часть спины Постойку мы используем параллельный хват Упражнение выполняем с максимальной подачи Ру вперед растягиваемся и в конце выполняем максимальное сокращение Работаем по 12-15 повторений И завершающее упражнение Это тяга блока за голову Которое направлено на деталировку мышц спины Скажем, такие тяжелые упражнения, как подтягивания В этот период я уже не выполняю Поскольку это упражнение тяжелое Мышцы по всеми долго восстанавливаются Сейчас на нехватке углеводов Это не совсем актуально Поэтому за 2-3 недели до сильного ни подтягивания Я уже не выполняю Хотя в межсезоне это одно из самых любимых упражнений Где я использую дополнительное тягощение Плюс 50-60 кг Потом вешаю на пояс и выполняю по 8 повторений Ну, сейчас завершающим упражнением Скажем так, полировка спины Будет тяга верхнего блока за голову широким хватом Акцент на внешние края широчайших Но также неплохо работает и средина спины Опять же, в отличие от подтягивания Можно сократить больше мышцы широчайшие, ромбовидные И добиться пикового сокращения Что немаловажно на сушке Для проработки и деталидации спины Тяга блока за голову Упражнение, которое носит изолирующий характер Поэтому выполняю его крайне четко С максимальным растяжением вверх И с максимальным сокращением нижней точки То есть фактически, выполняя это упражнение Я как бы показываю двойной бицепс сзади Упражнение на мелкую деталировку спины Большой вес здесь не нужен Упражнение, кстати, противопоказано тем У кого очень плохая гибкость плечевых суставов Поэтому эти упражнения подходят не всем Если гибкость суставов позволяет упражнение Не дискомфортно, то можно выполнять Если упражнение выполняет дискомфорт Его лучше заменить на тягу блока на себя Одно из моих финальных любимых упражнений Это пулловер канатиками Упражнение прекрасно наполняет мышцы кровью В конце придает максимальную накачку Очень часто многие выполняют его неправильно Давайте сейчас рассмотрим правильную технику выполнения этого упражнения И идем за канатики Отходим назад, чтобы была возможность максимально растянуться Руки чувствуются в локтях, локт немножко разводим в стороны И выполняем протяжку в конце Немножко придерживаемся, сокращаемся широчайше Выдох Выдох И, конечно же, хочу сказать, что, ребята, не нужно слепо копировать чужие тренировочные программы В частности, наши тренировки, которые мы делали сегодня с Лешей Конкретно это тренировочная программа подводка Под конкретное соревнование Что касается общих тренировочных программ Смотрите нас Мы будем рассматривать тренировочные программы И на набор мышечной массы И для начинающих, и для среднего уровня Это очень индивидуальный вид спорта И, конечно же, в первую очередь Высушивайтесь к себе, к своим ощущениям К своему организму Дорогие друзья, на сегодня все С вами был Сергей Павчук и Алексей Пухов Оставайтесь с нами Будьте здоровы Субтитры сделал DimaTorzok